это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседим добрый вечер 2 февраля годовщина сталинградской битвы самой кровопролитной чудовищной и важнейшей битвы в истории своего рода апокалипсис битва решающая битва света против тьмы и к счастью свет победил собственно поэтому я здесь а вы у экранов произнося подобное я не преувеличиваю не впадаю в пафос ведь на самом деле нет тех слов ни в одном языке мира слов которые могли бы описать безумие величие сталинградской битвы но важнее другое что мы думаем что мы чувствуем когда слышим эти слова сталинград сталинградская битва что всплывает в нашем сознании как ёкает сердце и представляем ли мы хотя бы на миг хотя бы на секунду реальную ценность важность той победы когда кончится война вернемся мы сюда пройдем по этим местам вот смотрите я зачитаю цифры сталинградская битва продолжалась ровно 200 дней и ночей для сравнения всю францию всю францию нацисты взяли всего за 40 дней от бомбардировок горела волга потери красной армии составили 1 миллион сто двадцать девять тысяч шестьсот девятнадцать человек сражение шло буквально за каждый дом у джона стейнбека нобелевского лауреата есть блестящая книга она называется русский дневник это книга о том как стейнбек в 1947 году посетил ссср в том числе послевоенный сталинград и вот там есть момент который очень точно передает безумное наследие той войны он описывает помойку на которой каждое утро выползала девочка и вот он пишет что про эту девочку у него было самое красивое лицо из всех которое мы когда-либо видели глаза у нее были хитрые как у лисы какие-то нечеловеческие но она совершенно не напоминала слабоумную в кошмаре сражений за город с ней что-то произошло и она нашла покой забытье и дальше стейнбек описывает как женщина дала пол буханки хлеба этой девочки и вот что он пишет словно полубезумная собака девочка глядела на женщину которая дала и хлеб и с подозрением косилась на нее до тех пор пока та не ушла к себе в подвал потом девочка отвернулась спрятала лицо в хлеб и как зверь стала смотреть поверх куска водя глазами туда-сюда и вот что пишет стейнбек заключая поскольку же еще существует на свете подобных созданий жизнь которых двадцатом веке стала невыносимой которые удалились не в горы а в горные выси человеческого прошлого в древние дебри наслаждения боли и самосохранения из-за войны вот когда я прочитал все это довольно длительное что вы испытали услышав цифры данные о погибших услышав вот эти описания что вы испытали вы сопереживали ужасались или наоборот лениво зевали знаете проблема в том что даже великие победы иногда становятся поражение особенно если к ним относиться халатно и вы к сожалению мы не смогли отстоять в полной мере отстоять память о сталинграде да конечно мировой истории идет бегущей строкой битва при сталинграде имела ключевое значение ну вот что то такое но слышно ли за этим главное когда-то великий актер марлон брандо сказал что если бы у нас в нашей американской истории были сражения подобные сталинградской битве то мы бы воспитали на них на памяти о них целые поколения и вот вопрос воспитали ли их мы эти поколения воспитываем или что-то все-таки помешало это сделать а если помешало то что глупость диверсия что помешал знаете ведь некоторые стесняются одного только слова сталинград и к примеру каждый раз инициатива переименование города вызывает у многих господ и дам истерии а почему так да наверное потому что нет осознание того что на самом деле произошло там в сталинграде так а что произошло понимаете гитлеровские войска забрались как никогда далеко и с падением сталинграда фашисты получали решающее преимущество в войне доступ кавказской нефти транспортной развязки и так далее поэтому они нацисты воевали с такой ожесточенность да это казалось бы очевидные вещи и возможно после падения сталинграда у нашей страны был бы шанс победить в той войне был бы шанс все исправить но вас не должно быть и все народы имеют право на будущее миссия будет исполнен главное крайне важно понять вот что если бы не победа сталинградской битве тот нашей реальности вот этой всей студии ваших там кресел диванов телевизоров этой реальности просто бы не существовало не было бы всего того что мы любили и любим не было бы родителей родины своей земли было бы только рабство и совсем другой мир мир вроде ну не знаю альтернативной реальности которую описывает филипп дик человек высоком замке да там по сюжету победили нацист однако это не дает никакой полной картины потому что в реальности все было бы куда страшнее в реальности это был бы не наш подчеркиваю не наш мир вот просто постарайтесь подумать об этом а лучше представить просто пожалуйста на секунду представьте что было бы если бы наши предки не отстояли сталинград тогда вы поймете что это не просто дата не просто важная битва это что-то гораздо больше то что вот в самой душе должно пробуждать спасительное благодарение благодарность за то что там произошло как бы это сейчас не прозвучало и вот как можно осознать это в полной мере как можно осознать это сегодня сегодня когда буквально рвутся живые связь вообще-то у меня это дедного не погиб узнаете у меня со сталинградом связана особая история очень личная дело в том что мой дед валентин николаевич беседен который жив слава богу здоровье ему вот валентин николаевич беседен он прошел сталинград он воевал сталинграде такие люди слава богу еще остаются с нами и вот вместе с ним когда еще был совсем маленький я изучал такую книгу которая называлась шаги великой победы и особенно я изучал информацию про сталинградскую битву а после спустя время когда уже вырос я поехал на мамаев курган и узнаете я помню то ощущение вот сейчас говорю мне буквально мурашки по телу я помню то ощущение когда купив у какого-то старика гвоздики я поднимался по ступеням на мамаев курган и вдруг поднявшись не не до конца поднявшись вдруг я разрыдался потому что мне ясно представилась то что происходило там словно я видел слышал чувствовал этого даже сейчас у меня на глаза наворачиваются слезы в берлине где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене с огромной любовью напишу развалинами рейхстага удовлетворен чему я это говорю ну явно ж не для того чтобы показать там собственную эмоциональность нет я просто думаю что многие люди если бы они получили внятную информацию сталинградской битвы а после побывали там на мамаевом кургане то они бы ощутили реальную живую связь с предками и их отношение к той войне к той победе она стала бы совсем иным она стала бы настоящим и тогда бы восстановились утраченные связи а я уверен что нам нам всем это сейчас очень и очень надо особенно сегодня потому что сталинград ская битва это не о прошлом это не о прошлом это не просто дата там 79 лет назад нет это настоящим и о будущем прежде всего потому что осмыслить ту битву значит спасти совесть буквальном смысле значит спасти совесть и сохранить мир сегодня а вот если мы не пытаемся осознать что на самом деле произошло там сталинграде тогда мы даем злу шанс повториться потому что забыть действительно значит предать это не общую формулировку ведь там сталинграде 80 ну почти 80 лет назад произошло нечто совершенно особенно вот то что не поддается человеческому пониманию в принципе вот скажите как так получилось я когда ходил по сталинграду я все время думал об этом как так получилось что люди смогли отстоять эту землю когда там один человек в бою жил 15 минут есть такая статистика вот как получилось что немногочисленная группа бойцов отстаивала защищала дом павлова легендарный дом павлов это кстати тоже колоссальный пример братство народов потому что дом тут обороняли люди представьте 25 национальность вот как в принципе удалось отстоять сталинград если это понимание я помню что они не только солдаты хочу надеяться что не знают за что здесь льется кровь не приказом же ни шагу назад опубликованным 28 июля 1942 года объяснить ту нашу победу и более что 23 августа была чудовищная бомбардировка просто совершенно чудовищно невообразимо ну не объяснить же нашу победу действиями да действительно блестящей танковой армии обрезавший снабжение 300 тысячной группировки паулюса знаете мне кажется есть то что гораздо больше этого выше этого то что в принципе выше человеческого понимания то что вознесло наших людей не только над врагом но и над собой тоже над жизнью и смертью в принципе вот знаете это блестяще сказано у андрея платонова там там правда речь идет о битве в севастополе но важен смысл сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и пойдет в бессилии на землю по воле одного его сердца перед ним была его жизненная простая судьба и николаю фильченко было хорошо что она столь легко ложится на его душу согласно умереть и требующую смерти как жизнь вот это великие слова требующие смерти как жизнь их стоит осмыслить а есть и другие слова и они принадлежат василию гроссман который написал о сталинградской битве великий роман жизни судьба и слова эти слову начертаны на мамаевом кургане железный ветер белым в лицо они все шли вперед и снова чувство суеверного страха охватывала противника люди ли шли в атаку смертны ли они вот видите как сказано люди ли шли в атаку вот и я стоя на мамаевом кургане постоянно думал об этом люди ли там воевали или сверхчеловеки или не знаю ангелы боги кто они вы знаете что размышляя об этом я подумал что все таки там воевали люди обычные люди вроде бы на первый взгляд такие же как мы из плоти крови вроде бы тоже люди но ведь согласитесь на самом деле они совершенно другие это люди особого замеса того замеса который нам еще предстоит осознать но если мы хотим выжить конечно а вот для этого нужно хотя бы чуть-чуть приблизиться к пониманию того какие люди воевали добывали для нас победу тогда в 1943 году в сталинграде понять и хотя бы от счастья попытаться стать такими же как они это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви терпением